Это украино-российская граница. Через нее на глубине полтора метра проходят два трубопровода. Прокладывать их, по информации силовиков, неизвестные начали еще прошлым летом. Уже в ближайшее время могли начать перекачивать бензин. Эти два трубопровода друг от друга удалены на расстоянии 15 километров. Один заходит в территории частного сектора. Диаметр трубопровода 400 миллиметров. Оборудован специальной насосной установкой, что позволяет ему перекачивать любые жидкие материалы. Другой трубопровод заходит в территорию фермерского хозяйства. Теперь эти трубопроводы демонтируют. С помощью трактора сначала раскапывают, после вход идет топор. И так через каждые 10 метров. Деформируются трубы диаметром около 93 сантиметров. Чтобы в дальнейшем эти трубы невозможно было восстановить и использовать в дальнейшем. Сейчас сотрудники СБУ устанавливают тех, кто прокладывал этот трубопровод и планировал поставлять в Украину контрабандный бензин. Не исключая, что причастны могут быть как местные жители, так и граждане России. Сзади меня находится фермерское хозяйство, на территории во дворе которого сорганизовано начало этого контрабандного трубопровода, который идет в сторону российской сопредельной территории, пересекает госграницу и выходит на российскую территорию. Хозяина фирмы на месте не оказалось, зато во дворе находилась труба, внешне похожая на ту, через которую неизвестные собирались качать нефть. В доме при осмотре правоохранители нашли две насосные станции, а в подвале пустые цистерны общей емкостью 75 тонн. Откуда они здесь и причастен ли этот человек к организации контрабандного канала, местные жители не знают. Я ничего не знаю. А чем они занимаются? Не знаю. Бизнес, земля есть. Вот они, сколько гектар, наверное, 20 или 30 земли. Больше я ничего не знаю. Вот его земля. Сейчас сотрудники СБУ проводят проверку и сбор материалов, причастных к организации незаконного бизнеса, могут привлечь к уголовной ответственности. Елена Антонова, Владимир Ребриков, Панорама.